Киев в привычной для себя манере ищет российскую угрозу там, где ее нет. Причем нередко поиск проходит в событиях, вообще никак не связанных с Россией. Но, как известно, Украина – мастер по натягиванию совы на глобус. На этот раз подсобил бежавший из России либеральный журналист Иван Яковина, увидевший в словах Александра Лукашенко намек на скорую военную операцию против в Украине. Недавно белорусский лидер давал интервью зарубежному изданию, где заявил, что украинская сторона может представлять опасность для Минской и Москвы из-за появления прозападных военных формирований и размещения группировок НАТО. После выхода размышлений Яковины на страницах «Нового времени» украинские СМИ повально начали публиковать материалы о том, что Лукашенко якобы проговорился о планах России и Белоруссии на Украину. Понятно, что белорусский президент в привычной резкой манере порассуждал на тему возможной реакции на случай угрозы безопасности вдоль границ. Очевидно, что в этой ситуации, как заявил Лукашенко, Киеву предстоит готовиться к возможному захвату со стороны Белоруссии. Однако украинские СМИ в рассуждениях на тему потенциальной защиты сразу же увидели раскрытие захватнических планов России, о которых известно только вот таким журналистам. Яковина сразу же заявил, что Москва намерена получить контроль над белорусскими военными, чтобы провести операцию по захвату территории Украины. Следом либеральный журналист спрогнозировал крупный международный военный конфликт между НАТО и Россией с Китаем из-за силового захвата Незалежной. «Мне кажется, что если и будет какая-то серьезная военная заваруха в ближайшие годы, то Китай и Россия, скорее всего, начнут это одновременно», заявил Яковина. «Вот только всем известно, что нужно делать, когда кажется». В последнее время Украина стремительно падает в глазах мировой общественности наравне с авторитетом Зеленского. При этом чем ниже авторитет, тем больше самомнение выказывает Киев, пытаясь искусственно приподнять свою значимость. Однако конфликты с соседями все больше наталкивают на мысль, что территории Незалежной могут растащить и без угроз Лукашенко, о чем говорят, например, толстые намеки Венгрии. И в этой ситуации серьезная заваруха будет ждать только Украину. Очевидно, что НАТО скорее займет сторону полноправных членов Альянса, нежели вступится за страну, которую обходят как прокаженную и не принимают в военный союз. Поэтому, пока Киев живет прогнозами вот таких журналистов, ожидая хитрый удар России, украинские территории уже раздерут на части поляки, венгры и иже с ними. Субтитры создавал DimaTorzok